ЗВОНОК В ДВЕРЬ Азербайджанского телевидения продолжает свою работу в прямом эфире в студии Тролу Руджев. Добрый вечер. Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ. По случаю Новрусбайрамы в поздравлении в частности говорится, что этот праздник, будучи олицетворением древнего и богатого мировоззрения азербайджанского народа, его оптимистического взгляда в будущее, занимает исключительно место в нашей сокровищнице культурных ценностей. Также отмечается, что второй год подряд на наших освобожденных землях на фоне приподнятого весеннего настроения, приумноженного нашей блестящей победой, ведутся широкомасштабные восстановительные и созидательные работы. Праздник с ароматом весны вдохновляет нас работать с еще большим энтузиазмом, чтобы в краткие сроки благоустроить эти родные края и вернуться к прежней мировой жизни. Впереди нас ждет решение важных задач всенародного значения, говорится в поздравительном послании. Отметив, что в эти праздничные дни с благодарностью чтит память отважных сынов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей Родины и передает поздравления азербайджанским солдатам, храм настоящим на защите страны, глава государства выражает уверенность, что все мы в условиях солидарности и с воодушевлением, гармонирующим с обновляющей атмосферой весны, будем демонстрировать стремление строить и созидать. Успешно реализуем наш план великого возвращения в Карабах. Желаю всем вам весеннего настроения. Пусть этот радостный праздник принесет в каждый дом, в каждый очаг много радости, изобилия и благополучия, говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева. На этой неделе во Дворце Гюлюстан состояла церемония закладки фундамента Карадахской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт, которая будет построена в Азербайджане компанией Маздар Объединенных Арабских Эмиратов. В церемонии принял участие президент Ильхам Алиев. Назвав сегодняшний день знаменательным в энергетической сфере страны, президент Ильхам Алиев поздравил собравшихся и весь азербайджанский народ, отметил, что эта подстанция на 230 мегаватт как удовлетворит растущие потребности республики в энергии, так и расширит наши экспортные возможности. Выразив удовлетворение тем, что исполнителем этого крупного проекта является известная компания Маздар, обладающая богатым опытом в данной сфере, глава государства назвал это также показателем инвестиционной привлекательности Азербайджана, как надежного партнера, подчеркнул, что капиталовложение в ненетяной сектор является для нас одним из приоритетов. Остановившись на экспортном потенциале и перспективах нашей страны в области электроэнергии, президент Архам Алиев отметил высокий уровень двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые представляет компания Маздар. Напомню, что в январе совместно со знаменитой компанией Аквапауэр из Саудовской Аравии был заложен фундамент ветряной электростанции на 240 мегаватт. Рассказал о других реализуемых в сфере электроэнергии проектах, выразил уверенность, что в следующем году эти дополнительные генерирующие мощности будут включены в нашу общую систему. И это всего лишь начало, так как развитие видов возобновляемой энергии – приоритетный для нас вопрос, над которым мы работаем долгие годы и сегодня видим реальные результаты. Коснувшись значительного потенциала Азербайджана в области возобновляемой энергии, глава государства отметил, что именно поэтому ведущие энергетические компании мира сейчас очень заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной в этой сфере, выразил уверенность, что в ближайшем будущем мы запустим новые проекты. Отметив, что большой потенциал представляет освобожденное от оккупации территории, глава государства сказал, что уже сделанные точные расчеты показывают, что производство солнечной и ветровой энергии может достигать порядка 9-10 тысяч мегаватт, предпринимаются шаги, ведутся переговоры с БИПе о строительстве солнечной электростанции мощностью более 200 мегаватт. Выразив уверенность в успешных переговорах, президент Ильхом Алиев отметил, что интерес к региону проявляют и другие крупные компании. Останавливаясь на масштабных разрушениях и последствиях армянского вандализма за 30 лет оккупации, глава государства подчеркнул, что только в Киарбаджарском и Лачинском районах разрушено более 30 гидроэлектростанций. Говоря о проводимой на освобожденных территориях ширкомасштабной работе, президент Ильхом Алиев привел конкретные цифры, отметил наличие большого потенциала для создания солнечных и ветерных электростанций. Касаясь зарубежных рынков, которые находятся за пределами наших границ и в Европе, наличие большого спроса, растущего внутреннего спроса, президент Ильхом Алиев отметил увеличившиеся за годы независимости населения страны, нашу растущую промышленность и экономику, назвал конкретные данные. Все эти успехи достигнуты в постпандемический период, сказал глава государства, подчеркнув, что Азербайджан одна из стран, у которой внешний госдолг на очень низком уровне, всего 7 миллиардов 400 миллионов долларов. Если мы захотим, мы можем обнулить этот долг в течение одного дня, заявил президент Ильхом Алиев, отметив большой интерес к Азербайджану, международных финансовых институтов, крупных компаний и инвесторов. Подчеркнув, что наша политика заключается в обеспечении дальнейшего стремительного и устойчивого развития Азербайджана, в первую очередь восстановление освобожденных земель, глава государства сказал, что это аксиома. Ни одна страна не может развиваться без электричества. Добавил, что в Азербайджане есть богатые месторождения нефти и газа, и они успешно эксплуатируются и разрабатываются. Говоря о наличии современной транспортной, коммуникационной и энергетической инфраструктуры, связывающей нас с экспортными рынками, о сильной политической воле, президент Ильхом Алиев отметил тесные партнерские отношения практически со всеми странами мира, друзей, одним из которых является Объединенные Арабские Эмираты. Президент Ильхом Алиев пожелал успеха в строительстве станции и выразил благодарность компании Маздар за проявленное к нам доверие и запланированные большие инвестиции, уверенной, что в ближайшее время мы вместе отпразднуем открытие этой станции в Городахе. Выступивший затем министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейл Аль-Мазруи отметил, что его страна близкий друг Азербайджана, и сегодня наши связи становятся еще крепче. Подчеркнул, что для них большая честь взаимодействия с нашей страной выразил президенту Ильхом Алиеву и азербайджанскому государству благодарность за оказанное доверие компании Маздар и Объединенным Арабским Эмиратом в реализации проекта. Отметив, что эта компания работает в более чем 30 странах, их цель применить технологии солнечной энергии во многих государствах, министр сказал, что у наших стран схожие цели в области увеличения мощности в сфере возобновляемой энергии до 30% к 2030 году. Сообщив, что его страна и компания Маздар намерены продолжить прямые инвестиции и поддержку Азербайджана в реализации широкой повестки относительно чистой энергии, гость отметил, что они изучат возможности для дальнейшего укрепления партнерства. Выразив благодарность за стратегическую позицию и определенные главы азербайджанского государства планы, Сухейл Аль-Мазруи сказал, что совместными усилиями мы продолжим реализацию проектов, связанных с чистой энергией, для построения еще более зеленого и устойчивого будущего. На церемонии был продемонстрирован видеоролик о проводимой в Азербайджане работе в сфере возобновляемой энергии. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейл Аль-Мазруи заложили фундамент станции. В тот же день президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем Аль-Мазруи. Поприветствовав ГАСИ и поблагодарив за участие в важной церемонии, глава государства выразил уверенность, что в следующем году мы проведем еще одну церемонию, чтобы отметить уже начало эксплуатации станции. Подчеркну большое значимое мероприятие, потому что это первая солнечная электростанция такого масштаба, которая будет построена в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев отметил, что она будет построена одной из ведущих компаний в данной области, компанией из дружественной страны. «Считая, что это только начало нашего сотрудничества, сказал глава государства, выразив уверенность, что в сфере возобновляемых источников энергии, как и в других областях, мы выявим много возможностей. Отметив, что мы добились хороших результатов в торговых, политических контактах и отношения между руководителями двух стран очень искренние, президент Ильхам Алиев сказал, «Уверен, что мы добьемся успеха в сфере возобновляемых источников энергии. Учитывая текущую ситуацию на мировом энергетическом рынке, считая, что мы можем рассмотреть более широкую картину». Отметив превосходное наше сотрудничество в формате ОПЕК+, глава государства заявил, что намерен шире рассмотреть потенциал, потенциальные инвестиции и совместную деятельность в этой сфере для того, чтобы максимально достичь наших целей. Отметив, что очень рад вновь находиться в Баку, министр Сухейль Аль-Мазруи подчеркнул, что в каждый свой приезд видит Баку еще более развитым. «Под вашим мудрым руководством Азербайджан стал действительно привлекательным как для туристов, так и для прямых иностранных инвестиций», сказал Сухейль Аль-Мазруи. «Заверил, что Объединенные Арабские Эмираты и компания Маздар привержены поддержке стратегии главы государства по возобновляемым источникам энергии». Он также отметил заинтересованность в участии в других проектах, к примеру, обсужденной с азербайджанским коллегой газовую тему. «Если взглянуть на сегодняшнюю ситуацию, то для диверсификации источников из Азербайджана в Европу можно транспортировать больше газа, также и водород. С использованием газопровода в будущем водород может стать форма зеленой энергии, которую Азербайджан сможет экспортировать», подчеркнул министр Сухейль Аль-Мазруи. «На этой неделе президент Ильхам Алиф принял участников седьмого чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, проведенного в Болгарии». Назвав большим достижением успешное выступление наших молодых борцов на недавнем чемпионате Европы в Болгарии, где они завоевали 16 медалей, из которых 7 золотых, а в командном зачете наша команда удостоилась первого места, глава государства сказал, что стать первыми в Европе в условиях растущей конкуренции и появления на арене сильных спортсменов – это большой успех. Поздравив спортсменов, их тренеров и Федерацию борьбы, президент Ильхам Алиев сказал, что традиции борьбы в Азербайджане достаточно сильны, выразил надежду на наши спортсмены и впредь будут достойно представлять свою страну. Отметив, что происходящие в последнее время процессы в Федерации борьбы вызывали беспокойство и чувствовался застой, механизм управления Федерацией ослаб и фактически царил произвол, глава государства сказал, что это тоже негативно сказалось на результатах, поэтому назрела необходимость смены руководства Федерации борьбы, и это произошло. Выразил уверенность, что Федерация устранит все недочеты и для всех спортсменов будут созданы соответствующие условия. Напомнив, что с избранием президента Национального олимпийского комитета поставил задачу создавать условия для спортсменов и ждать от них результатов, президент Ильхам Алиев сказал, что эти два основных фактора составили основу нашего большого успеха. На встречу со спортивной общественностью я неоднократно говорил, что спорт — это наша государственная политика, и спорт демонстрирует силу каждой страны, сказал глава государства, напомнил об очень хорошем отношении международных спортивных структур к Азербайджану, и как свидетельство этому привел в пример два проведенных в нашей стране мероприятия мирового уровня — Европейские игры и Игры Исламской солидарности. Подчеркнув, что одна из задач, поставленных перед министром молодежи и спорта и новым руководством — обеспечить массовость спорта и использовать существующую инфраструктуру во всех регионах, президент Ирхам Алиев отметил необходимость правильного проведения отбора талантливых детей и привлечения их в спортивные секции. «Премер наших известных спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы должен стать стимулом и для молодежи», сказал глава государства и выразил уверенность, что в предстоящие годы наших успехов на крупных международных турнирах будет достаточно много. Отметил, что спортивный фактор играет очень большую роль в патриотическом воспитании народа и молодежи. Именно эти патриотические чувства, любовь, преданность к родине сыграли главную роль в отечественной войне. Наши земли были оккупированы, и мы должны были доказать, что любой ценой освободим наши земли от захватчиков. И мы сделали это, заявил президент Ирхам Алиев, добавив, что сегодня азербайджанцы всего мира чувствуют себя уверенно в странах, где они проживают, с гордостью рассказывают правду об Азербайджане, о Второй Карабахской войне, так как мы страна-победитель, победоносный народ. Мы вели войну достойно по всем законам войны, не воевали против гражданского населения, не бомбили дома, не зверствовали. Я сказал, что мы отомстим врагу на поле боя, и весь мир, все военные специалисты неоднократно отмечали, что Азербайджан вел эту войну с большим профессионализмом, добился желаемого в короткие сроки, вел войну достойно с соблюдением ее законов, поэтому потери среди гражданского населения на стороне противника составили менее 30 человек. Это потому, что эти гражданские лица были вовлечены в боевые действия, заявил глава государства. Президент Ирхам Алиев также подчеркнул необходимость создания спортивной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, отметив, что соответствующие спортивные объекты предусмотрены в геймпланах всех городов на освобожденных землях. Глава государства еще раз поздравил спортсменов и тренеров пожелал им новых побед. Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Намик Абдулаев отметил, что они всегда чувствуют внимание и заботу главы государства о спорте, проинформировал о завоеванных наградах, заверил, что спортсмены приложат все силы, чтобы обрадовать главу государства и наш народ новыми победами. Президент Федерации борьбы Микел Джабаров подчеркнул, что ценные рекомендации главы государства в связи с проводимой работой Федерации являются для них основой, заверил, что спортсмены и тренеры сделают все возможное, чтобы достойно представлять страну в будущем. Завтра азербайджанский народ будет отмечать всеми любимый праздник весны Новрус. У праздника широкая география. В штаб-квартире ЮНЕСКО по случаю Новрус-Байрамы было организовано мероприятие, инициированное постоянным представительством Азербайджана при структуре. Его участники отметили, что праздник Новрус сохранилось в Афганистане, Иране, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Индии, Узбекистане, Пакистане, Таджикистане, Турции и Туркменистане. Отмечалось, что этот праздник играет роль моста между прошлым и будущим. Внесенный в 2009 году в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, праздник Новрус объединяет разные народы, отражая такие общечеловеческие ценности, как мир и солидарность. Последние два года мероприятия Новрус были отменены в ЮНЕСКО из-за пандемии, а в этом году вновь были организованы по инициативе Азербайджана. В праздничные дни в Шуше, отмечающей 270-летие, будет организован ряд мероприятий. Специальный представитель президента в Шушинском районе Айден Киаримов в эксклюзивном интервью Астовы Хабяр рассказал о проделанной и предстоящей работе в рамках года Шуши. Пользуясь случаем, поздравляю всех наших телезрителей по случаю Новрус Байрамы. Это уже наш второй Новрус Шуше, который мы отмечаем здесь после освобождения от оккупации. И безусловно, в год Шуше это придает особую значимость. В дни Новрус ожидаются определенные мероприятия, выступления различных творческих коллективов, съемки как государственного телевидения, так и других каналов. Но, конечно же, нынешние погодные условия могут нести изменения в эту программу. В этом году у нас много планов, большей части которым уже дан старт. Как известно, в городе началось крупномасштабное строительство. Возводится новый пятизвелочный отель и конференц-центр. Идет строительство средней школы номер один. И в ближайшие месяц-два мы начнем, наверное, самый значимый проект. Это строительство первого жилищного комплекса. Вся коллективы, будь то государственные или частные, трудятся здесь с одной целью. В самые короткие сроки показать хорошие результаты и выполнить все поставленные перед нами главой государства большие задачи. Халва, анекдоты, шелк, изумительная природа, исторические памятники, объекты, всемирное наследие и гостеприимные жители. Все эти детали напоминают нам только один город Азербайджана. И это щаки. Наш корреспондент Рауф Мамедов побывал в этом уникальном городе вместе с нашими турецкими коллегами из Таретахабер и попытался передать атмосферу зимнего щаки. Уникальные произведения зодчества преобразили живописный облик шаки и его основа составляет не только великолепный горный пейзаж, но и план города, гармонирующий с природой. Здесь природный фактор виден во всем. К примеру, в системе водоснабжения шаки, где вода естественным образом течет по подземным глиняным трубам. В связи с пандемией сейчас иностранных туристов стало значительно меньше. Все эти национальные платья и украшения я шью сама. Часто берут на прокат для праздничных мероприятий или же покупают на память о шаке. А здесь несколько поколений кондитеров многие годы готовят знаменитую шакинскую халву. Мой прадед был одним из первых, кто готовил шакинскую халву, а мы являемся шестым поколением, кто продолжает их дело. К нам заходят туристы со всех регионов, а также других стран. Мой совет всем туристам – им стоит обязательно попробовать нашу местную халву. В городе есть несколько караван-сараев, отелей, бань и небольшой рынок. За шакинской крепостью располагались предприятия по производству шелка и большие сады, также задействованные в процессе производства. Наши гости, которые приехали из Турции, с телеканала ТРТ Хабяр с целью обменом опыта и практики с нашим телеканалом в течение двух недель, начали свое знакомство с этим городом с дворца шакинского ханства, который является также объектом всемирного наследия. Бывшая резиденция шакинских ханов, а ныне музей, входит в состав государственного историко-архитектурного заповедника Юхары-Баш. Интересный и известный факт – это действительно мистический город. Здесь холод и снег, но мы не насытились прогулкой. Мы поражены великолепием дворца ханов. Одной лишь своей архитектурой это место завораживает и в то же время рассказывает о своей истории. Чарующий природный ландшафт шаки, чистый воздух и колоритная кухня производят на гостей непередаваемое впечатление. Шаки – один из красивейших городов страны. Здесь можно полакомиться местными блюдами, изумительными сладостями. Дорогие телезрители, сегодняшний репортаж о самом уникальном, интересном и богатом истории городов Азербайджана представляли Рауф Мамедов, Халий Далиев, Новости АС-ТВ. Увидеть красоты не только Шаки, но и других регионов Азербайджана позволяют праздничные выходные, которые начались уже сегодня. С наступающими праздниками всего доброго, до встречи. Эфир Азербайджанское телевидение продолжает очередной выпуск программы «Тверк Тюниасы». Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова